Расскажу о таинственной рассказе между учеником и учителем. Прошу меня заранее прости, потому что как-то неуютно и чуточку страшно рассказывать о том, в чем собственного опыта у меня нет. Каждый ученик уникален, и у каждой личности свое измерение. По всей видимости невозможно описать типичные отношения между ребенком и учителем или делиться здесь универсальными рецептами. Строительство целостного отношения с учеником, растущего снизу вверх, задача непростая. Но здесь нам не нужно было бы отчаиваться или считать, что это невозможно. Настоящее покаяние, как будто изменение курса ума, всегда, в любое время и любом месте, означало для человека испытание. Пусть на этом одновременно болезненном и светлом пути нас будут вдохновлять слова Силуана Афонского. Если мир более не в состоянии растить святых, то наступит его погибель. Если бы мы здесь под святыми понимали детей. На самом деле, более точным, более богатым на нюансы и более точным, передающим смысл переводом понятия покаяния, было бы изменение или исправление ума. Ведь греческое слово метаноия обозначает перенаправление ума. Это как средство осознания своего личностного бытия. Изменение ума – это не только сожаление о прошедшем. Это наше фундаментальное изменение, новый способ увидеть себя, других и Бога. Епископ Каллист Уэр описывает покаяние как глубочайшее познание себя. При этом не столько в плане своих кризисов, эмоциональных кризисов, сколько в смысле беседы с Богом. Покаяние – это как выложить свою жизнь перед триединым Богом. Отец Сафроний из монастыря Эссекса рассказывает так. Если мы раскаиваемся, осуждая себя перед лицом Богом, то нам становится яснее. Вода в стакане становится более прозрачной. И кто из нас может сказать, что он полностью свободен от страстных мыслей? И даже если злая мысль посещает вас только на миг, то где гарантия, что эта мысль не устоится навсегда? Поэтому мы должны, сколько себя видим, признавать свои ошибки, или мы будем нести их вечно. В православии не признается сбор заслуг. Человеку дана милость, которая выражается одновременно. С его свободой его принимать, и одного без другого не бывает. Однажды, когда я была в монастыре Эссекса, я призналась тамошнему священнику, что я очень плохо переношу упреки, что сердце леденеет, а он покрывается туманом. Он сказал, что это потому, что в тебе нет милости Святого Духа, сказал он мне в ответ. По словам Георгия Низского, как Дух не может жить в душе, которая от него бежит, точно так же недостаточно только благодатей, если милость чужда. Милость значит присутствие Бога. И если учитель, кающийся, который все яснее осознает необходимость изменения ума, своей метанои, то будет ему милость. По словам митрополита Афанасия Леменского, милость притягивает кроткий человек, кающегося учителя, отличает покорность, которая воспитывает его рассудительность. Святой Иоанн Лественничник пишет, что смирение есть, истребитель всех пороков, потому что через это затаптывается самый большой порок – это гордыня. Вместе со смирением идет ум, освященный милостью. Живущий в милости учитель не цепляется за свое мнение и свои идеи. Он с легкостью и доверием в состоянии уважать свободу других людей. Даже если эти другие люди – его собственные ученики. Святой Исак Сирий говорит, что раскаяние – единственный ключ, открывающий дверь милости. Открыв дверь милости, ребенок и учитель приходят в таинственное место, где напряженно говорит тишина, то есть сама вечность. Митрополит Ерофей Флахас говорит, что самая красноречивая беседа – речь тишины, которой передается жизнь в тишине Божьих таинств, слушание голоса Бога в тишине. На встречу с учеником следовало бы, видимо, идти с намерением говорить посредством тишины. «Язык говорит, как звучание тишины», – сказал Мартин Хайдекер. Учитель идет навстречу со своими учениками, как подсудимые. И учителю, который таким образом формирует отношения с учеником, говорится, «все». Такую встречу можно было бы назвать кинозической. Учитель принимает ребенка как часть самого себя, своего бытия. Учитель, который раскаивается, приближается к ребенку со смиренной и жертвенной душой. Но и ребенок приближается к нему, потому что он ощущает в учителе утешение и видит его сломленное сердце. Кинозис – термин на греческом языке, означающий самоуничижение и обстошение от себя. Священник Николай Сахаров пишет, что кинозис является самым настоящим выражением динамического измерения личностного бытия. Если в жизни человека отсутствует такой опыт, то его личностный потенциал не будет реализован никогда. Может быть, в кинозисе есть та мифическая среда или то место, где происходят встречи учителя и ученика. Там создаются их взаимоотношения, где взгляд проникает в глубины сердец друг друга, да там и остается. Там учитель создает атмосферу милости и освобождает место Богу. Если дашь своей личности ответить на призыв Бога, то в своем сердце ты обещаешь слушать Божье чадо, и ты слушаешь его с Богом. И ты ощущаешь, в чем ребенок нуждается, от чего страдает, чего жаждет. Говорят, сестра Михаила из монастыря Эссекса. Звучит несколько парадоксально, но чтобы найти своего ученика, учитель должен потерять себя, опустошаться от себя. Средственного опустошения себя, чтобы увидеть в своем ученике Божий образ, могла бы стать молитва. Святой Порфирий говорит, что все уладится с помощью молитвы, молчания и любви. Идеальная молитва полностью поглощается в тишине, не переставая при этом быть молитвой. В принципе, жизнь слов только произносимых, но прорывающихся в тишину. Совершеннейшая молитва, безмолвная молитва, то есть молитва Иисусова, как молитва сердца, в которой человек не ощущает себя, уже не формулирующего, но слышащего молитву. Он будто потерял свой голос, даже может быть голос монолога, но слова внутри его все же не исчезли, он же слышит их. Прибывающий в молитве сердце не излагает молитву, он ее принимает. По словам епископа Калиста Уэра, молчание – самое трудное и решающее в искусстве молитвы. Тот, кому удалось достичь внутреннего молчания или тишины, – это просто тот, кто слышит и слушает. Он прислушивается к голосу молитвы в своем сердце и понимает, что это голос не его, а кого-то другого, говорящий в нем. Учитель, кому кинозический способ существования как личностного самопознания неизвестен, конструирует свою картину мира вокруг собственного эго. И это не слишком касается личности в состоянии молитвы. Влияние этого на отношения с учеником могут быть губительными, потому что учитель находится в статическом состоянии довольства собой. Учитель на пути раскаяния ставит в центр не собственное эго, а Бога. Он осведомлен о собственной убогости. Он проходит все темные закоулки своего разума и ищет милость, которая удержала бы от отчаяния. «Держай свой ум в ааде и не отчаивайся», – говорит Христос святому Силуану. И это означает призыв к кинозису, умолению своего эго перед Богом. Отец Сафроний, который из-за секса переживший подобное, называет это адом, полным раскаянием. Называет спасением из этого ада – это поток слез раскаяния и крик к Богу. Слезами, которые текут не только из глаз и даже не только из сердца, но и из всей сущности человека. Такой плач, плач Адама, спасает от отчаяния угнетенности. Слеза раскаяния – это то, что очищает учителя от него самого. Потому что раскаяние – это как новое сознание, беседа с Богом, нечто положительное, а не отрицательное. По словам святого Иоанна Златоуста, покаяние – это дочь надежды и истребление отчаяния. По словам отца Сафрония, грех – это наша повседневная реальность. И в то же время раскаяние – это базовая реальность, и ее действия мы должны изучать каждый день. В православной религии человеку на этом пути помогают духовникам, которые как бы провежученное звено между Святым Писанием, Церкви и жизнью человека. И идти по тропам, проложенным за века – это не следование просто. И тут каждому человеку нужен персональный духовник. Причем даже духовник не всех меряет одним аршином, потому что каждый человек индивидуальный. И невозможность достичь высоких стандартов вызывает раскаяние. Раскаяние и метанои – это база жизни. И вот в этом у опыта церкви может поучиться и педагогика, и все учителя. Со своими учениками не следовало бы увлекаться раскаянием как педагогическим средством и образом жизни. Его следует передавать по воздуху, создавать атмосферу и отношения. Важно носить таинство в себе. Тогда учителю не нужно будет постоянно говорить о раскаянии и сопутствующем ему. Тишина и пример говорят. Ребенок, находясь в поле учителя, соприкасается с трансцендентальной. Это, конечно, громадная ответственность. Находиться и самому в поле трансцендентальности. Образование всегда след, как чеканка монет. И отсюда наполнены раскаяния крик учителя. Я не достоин, чтобы по мне что-то чеканили. Пусть это небольшое размышление и слова великого Исаака Сирина помогут нам перед Великим постом. Жизнь дана, чтобы каяться. Не тратьте ее ни на что другое. Сегодня мы уже из предыдущих докладов слышали, что короной раскаяния является прощение. Без прощения раскаяния и метаной, они как бы не будут доведены до конца. Я не знаю, сколько у нас времени. Только одна минута. Я хотела закончить в конце своего доклада зачитать рассуждение одного ребенка из четвертого класса о раскаянии. И если никто не будет задавать вопросы, то, может быть, я смогу его зачитать. На самом деле это школьное сочинение, темой которого было раскаяние. Иногда трудно раскаиваться, а иногда это легко сделать. Я имею в виду, что если у училика и у учителя возникли какие-то недопонимания, то как это исправить? Как найти снова дружбу? Как я уже сказала, иногда это бывает сделать трудно, а иногда легко. Моя учительница сказала, что после ссоры учитель всегда сожалеет, всегда раскаивается. Он может из-за этого мало спать или целый вечер плакать. Это значит, что ему не все равно, что происходит с его учеником, и ссора остается у него в сердце. И он надеется, что ученик простит его. Прощение полезно для всех. Это не значит, что все должны поссориться, а после этого мириться и прощать. Нет, мы пытаемся не ссориться. Но если возникает что-то похожее на ссору, и потом прощают друг другу, то это хорошо и полезно для обоих. Во-первых, тогда друзья снова могут делать вместе хорошие и приятные вещи. Если же друзья не прощают друг другу, то, по всей видимости, они бы долгое время не общались между собой. По-моему, прощение – это то, когда кто-то по-настоящему хочет из глубины всего сердца попросить прощения. Если кто-то говорит «прости меня, пожалуйста», но шутит, то его не воспринимают всерьез. Каким образом прощение связано с раскаянием? Прощение – это выражение раскаяния. Раскаяние – это когда кто-то очень грустит из-за того, что он сделал неправильно с его точки зрения. Многие дети, у которых с учителем была какая-то неприятность или недоразумение, может быть, они думают об учителе так. «Ах, почему он так сделал? Это была не моя вина. Мне больше не нравится этот учитель». А учитель раскаивается. «Ой, как бы я мог поднять ему настроение? Может быть, я сделаю что-нибудь, что ему понравится, и тогда, возможно, он простит меня». Я не знаю, есть ли в нашей школе такие учителя, которые не раскаиваются. Моя учительница сказала, что она таких не знает. Поэтому я рекомендую всем, у кого была ссора, с кем бы то ни было, не думайте о нем плохо. Если вы простите своего друга, то вам самим будет от этого хорошо. Если вы не простите, то я чувствую тяжелый камень на своем сердце. Как-то у меня и у сестры возникла ссора. Потом я очень раскаивался, что я плохо вел себя. Я попросил прощения, а сестра просто ушла. Позже, когда я уже занимался своими делами, сестра подошла ко мне и сказала, «Я прощаю тебя». Это значит, что мы оба раскаялись. Наши учителя и ученики нашей школы раскаиваются. И это делает нашу школу хорошей и приятной. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ